Доброе утро, Наталья Игоревна! Что сегодня с вами мы будем готовить? Смотрите, как кухня наша изменилась, как вы к нам пришли. Осветили своей улыбкой, блеском глаз своих. Так, что мы будем готовить? Для начала сделаем сок. Сок? Да, Вань, потому что когда я готовлю, а готовить я страсть как люблю. Да, об этом ходит действительно легенда. И знаешь что, когда я готовлю, я люблю пить или чай, или сок. Сок. Вот смотрите, у нас есть удивительный аппарат. И вот сейчас просто какой хотите сок? Полезный или вкусный? Я хочу вкусный и полезный. Кстати, совместимо. Совместимо. Хорошо, тогда я с вашего позволения приготовлю вам, знаете, из чего? Из сельдерея. Много сельдерея взял. Много. Две штучки сельдерея давай, одну морковку, вот так вот. Как вы, раз. И яблоко. И одно яблоко. А редиску тебе на закуску? Да, а не жирно ли мне редиски-то так много? Это же не репа, а всего лишь одна маленькая редиска. Это же не репа, а редиска. Да. Давайте, я сейчас вам приготовлю. Все лишнее все равно отпадет. Правильно. Вы все знаете про современные. Вы пользуетесь современными средствами обработки фруктов и овощей на кухне? Ты знаешь, жизнь заставляет. Да? У вас как есть любимый прибор кухонный, которым вы пользуетесь? Нож. Муж. Нож-муж? Смотрите, прямо у нас. Да, сельдерей там, морковка там, яблоко там, все. Ты знаешь что, перец не кладем, потому что я не Волочкова, я видела, как она у тебя ела чилийский перец. Хрум, красный перец. Ну, я не знаю, Натя, я бы очень хотел однажды посмотреть, как ты их хрумкал-хрум. Вот так, ну. АПЛОДИСМЕНТЫ Настя. Это был бы, на самом деле, конечно, это все шутка была, это был бы пластмассовый перец, модель Анастя. А я решила, что у нее такая сила воли, что она может даже съесть одна. Просто сильная челюсть. Да нет, это сильная воля. Я, с вашего позволения, вам без мякоти. А тебе? А мне... Вот. Ну, давай так. Вот так прямо? Ага. Ничего себе, друзья. А что плохого? Друзья, давайте поаплодируем здоровый... АПЛОДИСМЕНТЫ А это полезно. Я пришла не шутить, а готовить. Смотрите, мы, как вы нас попросили, Наталья Линдовна, вы нам помогайте, мы положили сахарную косточку. Большой кусок мяса. Морковину. Морковину. Корень петрушки. И луковицу, и все это варим. И больше ничего. И больше ни-че-го. Поэтому и запах такой сумасшедший. Выключать это можно? Ты знаешь что, пять минут пусть еще поварится. Пускай пять минут варится. А мы с тобой... Что мы сейчас делаем? Мы можем начинать... Я сейчас допью сок. Я тоже допил. Солянка сборная мясная. Сборная мясная. Солянка. Солянка, друзья. Нам нужно бульон процеживать, наверное. Ты знаешь что, нет? Он прозрачный. Нам надо вынуть мясо. Все, будем вынимать при помощи специальных подручных средств. Хорошо. Два. Сориентированно. Лучок. Как у тебя получается. Что еще? Мясо вынимай, я тебе помогу. Мясо. Вот, посмотрите, друзья. Прекрасный кусочек мяса. Роскошное мясо. Роскошное мясо. Вань, я вот с этой костью не справлюсь. Что вы хотите, чтобы я с ней сделала? Я хочу, чтобы ты ее вынул и чтобы у нас был приготовлен бульон. Косточка, это нам не пригодится. Нет. Значит, бульон готов. Это основа. Так. Теперь достаем из твоего холодильника, из чудо-холодильника, достаем нарезки. Ну, пока не нарезки, а пока... Копчености, копчености, копчености. Слушайте, у нас очень много этого. Вы давайте рассказывайте, что это. Вот у нас какое-то невероятное количество. Значит, смотрите. Вот у нас что есть. У нас есть... Ой, супер. Да? Это то, что нужно? Все, что нам надо, да. Так. Знаешь, это блюдо, конечно... Смотрите, сосиски. Колбаса с жирком. И перьянцев это совсем не подходящее дело. Колбаса с жирком. Язычок. Да. Язычок. Еще сосиски. Я думаю, что хватит нам, да? Разные сосиски. Да, хватит. Копченые и... Копченые. И куриная грудка. Куриная грудка. Ну, давайте. Подожди, нет. У нас еще лук. Вот еще. У нас еще маслины зеленые и черные. Так, подождите, я составляю это обратно. Каперцы и томат. Так. С удовольствием достану каперцы. И томат. Томат, вы имеете в виду... Томатную пасту. Томатную пасту. Угу. Достаю. Достаю. Откуда этот рецепт, любезная? Из твоего родного города. Из родного города? Из Ленинграда? Угу. Так. Из Петербурга. А как первые вы попробовали эту солянку, любезная Наталья Юрьевна? Я была совсем маленькой девочкой. Так. Еще моложе тебя. Ну это сложно, мне ведь 19. Ну а мне было 7. Нет, это не сложно. Не сложно. Так. И я снималась в фильме, Алеша птицам вырабатывает характер. Алеша птицам вырабатывает характер. Понимаете? То есть в полном порядке. Так, Алеша птицам вырабатывает характер. Вот так вот. И вечером, целый день, ребенок снимается. А вот я вам подождите. Давай, да, такую, чтобы мне не поцарапать. Так. Что дальше я начинаю нарезать? Так что мне теперь рассказывать про солянку или что дальше? Да, рассказывать, конечно. Просто вы мне параллельно говорите, что еще нарезать. Давай лук. Лучок. Так, целую? А спроси, как? Сейчас сало вытопится. И мы на этом сале будем резать лук, да? И мы на этом сале будем не резать лук. В смысле, жарить лук. А жарить лук. Так. Ой, как быстро у тебя все получается. Хватит ли вам сколько? Целую? Две. Прям, ну, в смысле, две луковицы прям? Да. То есть достаточно много так, да, нам нужно делать? Да. Вот, и мама моя любила очень солянку сборную мясную. И брала мне тоже полпорции. И оттуда появился вот этот вкус. И ты знаешь, вот с тех пор, я когда приезжаю к вам в Питер, ну, куда бы я ни шла, я всегда беру солянку сборную мясную и должна сказать, что у вас ее готовят фантастически. А как часто удается вам готовить, любезная Наталья? Я пришла к тебе по двум причинам. Первая причина, что я тебя очень люблю. Спасибо вам. Ты мне так нравишься. А у меня в семье очень любят вас. Спасибо тебе, дорогой. И меня даже хотели назвать, честь вас. Наташей. Селезнем. Смотри-ка, растопилась, все, лук готов. Давай. Прямо туда. Все. Вот. Я, значит, успела сказать, что я тебя очень люблю. Так, ну была и вторая причина, по которой вы пришли. А вторая, я очень люблю солянку. Все. И вообще люблю готовить. Все. Знаешь, обожаю готовить. Что я могу дальше? Соленые огурцы. Соленые огурцы. Бочковые? И бочковые, и маринованные. И маринованные, да? Так, Наталья, я нарезаю мелко огурчик. Ой, как я тебе раз-раз-раз-раз-раз-раз. Вот, понимаете, я же должен был чем-то на вас произвести впечатление, понимаете? Я же не могу сейчас, понимаете, ничем похвататься. Вот, разве что, соленый огурец нашинковать на ваши глаза, понимаете? Да ладно, не скромничай. Так, давайте еще раз напомним ингредиенты того, что мы будем нарезать. Это вареный язык, да? Это куриная грудка вареная. Вареное мясо. Вареное мясо. Это колбаса разных сортов. И вареное, и копченое, и с салями, видите, да? Да, и чем больше, тем лучше. И чем разное их и больше, тем лучше, да? Да. Прямо туда, вот, прямо туда, вот. А, вот сюда. Давайте аккуратненько. Так, так. Каперсы не нужно туда добавлять? Пока нет. Пока нет. Хорошо, тогда я оставшийся огурчик туда положу. Лучок обжаривается на растопившейся грудиночке. Да. Фильтр для воды Аквафор. Содержит Аквален. Правильный фильтр. Товарищи, я позвал вас разобраться. В лагере только первая смена, а кто-то уже выпил портвейный скупка волейболистов. Джеймс Финнимор Купер. Пионеры. Дорогие друзья, смотрите на Первом канале. У нас в гостях сегодня Наталья Селезнева. Мы готовим сборную солянку из мяса и соли. А ты знаешь, что еще бывает рыбное? Конечно, рыбное. Из рыбы. Ты пробовал? Нет. Да. Нет. Тогда или нет? Отвечу. Я пробовал, но не уверен, что я пробовал настоящее. Мне кажется, то, что мы сейчас будем готовить, это настоящее. А что ты готовил с Волочковой? Как дар, как-то из трех букв. Что же вам так с Волочковой? А ты понимаешь, я была на отдыхе. Так. Жара была 48 градусов. Выходить из номера было нереально. И я все время включала. И вы все время в номере? Да. Ну, чтобы, как говорится... И смотрела твои программы. А до этого я видела Дениса Мацуева, которого я совершенно обожаю. А это были дни русского классического искусства в смаке? Да. Денис Мацуев, Анастасия Волочкова. Вот, вот. Первый. Прошло 15 минут, и человек вышел на хорошую репризу. Наталья Григорьевна, я хотел спросить у вас. Спрашиваю. Вы правда, вы потрясающе выглядите. Могу я задать вопрос? А вы... Ну, солянка блюдо вредное. У вас есть какие-нибудь там, я не знаю, диеты, какие-то специальные программы, которые вы... Ты знаешь, Вань, ну, во-первых, не знаю, потяжек я не делала. Да что ж такое? Проси покажу. Что же вы говорите такое? Я ж про кулинарию. Если бы я сделала потяжечку, я была бы ого-го, понимаешь? Ну, я боюсь. Вот такое обычное понятие. Боюсь. Ну, и вас можно понять. И скривлят совсем. А я узнал, кого вы сейчас показали. Такая точная меткая пародия. Вот. Так, друзья. Что у нас происходит? Вань, можно я выну? О-о-о! Заполз все-таки, да? Да. Смотри-ка. Это Виталик из 27-й. Он у Ерофеевых живет. Да, это его брат. Могу я сказать, что это? Нет, ну, а не съем, что это петрушка. Это корень петрушки, да. Да. А я начинаю резать уже куриную грудочку. Давай. Только мелкой. Меленькой. И также говядину, которая у нас варилась, да? Да. Так же, меленько. Ой, запах-то пошел такой, а. Зажарочка. В данный момент народная артистка России, легендарная Наталья Селезнева, своими руками. Приготовленную пирамиду. Нет, пирамиду это я собрал, а вы нарезаете маринованный огурчик в соляночку. Ну, это так простенько. И при этом помешиваете на нашей сковородочке. Нет, скажи не так. И при этом толкни меня ногой, скажи, не забывайте помешивать. Я вот все. Ой, слушайте, тут прям. Это называется как угодно, но, конечно, для вегетарианцев, сам понимаешь, что это наша с тобой программа. Сейчас у нас в Индии-то падают рейтинги, падают. Так, а вы понимаете, дорогая Наталья, что прожектор Пэрис Хилтон, это ведь в какой-то степени мы являемся преемниками и продолжателями великого дела, начатого кабачком 13-й стулья. Наверняка. Конечно. У нас же, смотрите, и персонажи, пан-директор, это Гарик Цекало. О, Гарик Цекало. Пан-директор, это Гарик Мартиросян, пан-спортсмен Сережа Федлаков. У вас там нет пани Катарины? Да, зато у нас есть Саша Цекало, пани Зося. СМЕХАЕТСЯ Слушай. Рассол, кстати, вот вы выливаете, это важно. Дело кипит. Может быть, я вот, смотрите, вот разбирается мясо, может, я разберу его руками? Вот, это будет самое лучшее, потому что там действительно должны быть волокна. Делаю, делаю. Конечно, и курица, это мы немножко с тобой сплоховали, курица тоже одна с волокнами. А мясо-то у нас, кстати, могло бы, чтобы лучше разбиралось мясо, нужно его варить еще дольше. Нет. Нет? Оно будет переварено и безвкусно. Я бы хотел спросить, вот вы когда снимали 13 стульев кабачок, а что вы, у нас же программа кулинарная, а что вы кушали там между съемками, во время съемок? Как это все происходило? Между съемками, в перерывах. А где съемки, кстати, происходили? В Останкино, сначала на Шаблоке, а потом в Останкино. А потом мы первые, Ванечка, переехали в Останкино. Мы осваивали территорию. О-о-о. Это было непросто. Знаешь, почему непросто? Почему? Потому что не было вентиляции, жара была сумасшедшая, дышать было нечем, пот лил градом. Угу. Иногда снимали, потом монтировали что-то, вырезали, приходилось приезжать и врубаться каким-то кусочком в прямой эфир. Ой. Ух ты. Прямо выходили прямо в эфир. Секунда в секунду, да. Потрясающе. Учить эти песни. А самое трудное было доставать одежду. Подождите, а вы сами доставали? Не было костюмеров, которые вам... Или костюмеры, одежды не было. Да. Это, как у нас иногда бывает здесь, смахи. Бухгалтер есть? Кассир есть? А денег нет? Нет, хватит мяса. Давай, открываем. Ммм. А мясо мы не обжариваем? Нет. Оно потеряет свой вкус. Ваня, ты руки мыл. Вы задаете мне вопросы. Которые тебе задавала мама и бабушка. Вы задаете мне вопросы, которые неэтично задавать ведущему кулинарному шоу. Я руки мыл. Хорошо. А почему ты тогда не сделал вот так? А все собрал в кучку? А потому что я люблю, когда еда теплорук человеческих хранит. Понятно. Энергетик. Вань, ты смотри, мы с тобой трепемся, трепемся, но дело-то делаем. Мы с вами как ежов прямо с булгариным. Ну ты, пожалуйста, меня не оскорбляй. С кем? С булгариным? Ты хотел сказать с булгариным. С булгариным. Так, значит, что у нас происходит? Закипает бульон, в котором уже находится порезанный соленый огурчик, бочковой, маринованный огурчик, в котором находится разобранная на волокна мяско и куриная грудка. Также разобранная на волокна или порезанная. Жарится наша зажарочка. Лучок, сосиски. И вообще все, что можно придумать. Вообще все самые вредные мясные продукты, которые могут быть, и самые вкусные, находятся прямо там сейчас. Вань, извини, я тебя перебью. Перебивайте. На правах старший. Я просто хочу сказать, что такое блюдо можно себе позволить, но один раз в год. Один раз в год. Я бы съел и, как говорится. Так, секунду. Я вас покидаю, Наталья, но ненадолго. У нас, друзья, рекламная пауза. Вика, я тебя прошу, ну ты пойми, ну форс-мажор. Все, один когор и в понедельник сразу возвращаю все. Эрик, Мария, Ремарк. Жизнь взаймы. Дорогие друзья, с марш на первом канале у нас в гостях сегодня Наталья Селезнева, Селезнева, с которой мы готовим сборную... Мясную. Мясную сборную России. Солянку. Солянку, извините, я... В следующий раз будем готовить рыбную. Смотрите, что я делаю. Я нарезаю зеленый лучок до укропчик. Правильно? Да, смешиваешь и кладешь в хорошую мисочку красивую. Для того, чтобы мы оттуда прямо брали, да? Как в ресторане. Как в ресторане прямо, да? Вань, ты знаешь, я подумала, что если наша сборная была бы такая качественная, как нашла бы солянка. Понимаете, вот я и говорю. Ты-то болеешь за зенит, я, конечно, в этом уверена. Конечно, за зенит. Но если я, например, иду вечером домой, а мне на встречу идут фанаты ЦСКА, то я и за ЦСКА поболею минут 20. А чего? Как говорится, лучше бы поболел за ЦСКА, чем потом без почки жить. Тонко, красиво, режет лимон. Изысканно лимончик. Полудольками, полу. Полудолька? Да. Знаете, что такое полудолька? Это выплаты обманутым вкладчиком. Он все такое полудолька. Нет, не знал, теперь буду знать. Так. Самое главное, теперь давай томат. Томатная паста, пожалуйста. Ложечка. Все перед вами, прошу. Ой, отлично. Вообще ее надо попробовать, но я вижу. А что ее пробовать? Хорошая томатная паста. Все, хватит. Выложили. Чуть-чуть сахара, чуть-чуть соли. Сахар, это соль. Открываю вам. Чуть-чуть. Чуть-чуть? Куда, прям туда? Угу. Так? Да. Плюс еще мы прибавим лимон. Эх. Вот так. Все, сделали. Так. Ну, и теперь давай мне из бульона одну ложку жидкости. Вот. Вань, сейчас уже серьезно, поэтому давай. Еще? Ну, я думаю, вообще да. Все. Вот. Сейчас я это превращаю все как бы в однородную обжарку. Смотрите, какие у нас есть чудесные мисочки. Я их видела много раз. Любите такие, да? В них было все. В них было все. В этих мисках. И перец. Да. Вот смотрите. И Новосибирь. И иркутские пельмени. Иркутские. Дениса Мацуева. В них все было. И мороженое Юрия Башмета. И знаменитая пахлава Владимира Спивакова. Так, Вань, сейчас самое интересное. Бери. Теперь я знаю, за что вас любят партнеры по театру сатиры. А-а-а! Ну, я тебя сейчас... Понимаете? А-а-а! Я что, тебя обожла такую что? Ну-ка, видите ли, здесь скапливается жидкость. Я что, тебя облила кипятком? Что делать? Что? Сирной кислотой? Нет. С солянкой сборной. Сбила тебе... Руку мне сполоснули. Сбила тебе гвоздь. В бассейне. А вы знаете, что все эти приемчики... Так, посмотри, что я делаю. Вот ты... Что делает сейчас народная артистка Селезнева? Закладывается зажарка. Ну, это ответственный момент. Закладывается зажарка. Так, вот эту половину закладывай ты. Как вам быстро все надоедает, Наталья? Нет, не поэтому. Я хочу, чтобы ты научился это делать. Вот, смотрите. Ну, до конца, до конца. Подождите, не надо, не надо. Ни в коем случае. Все, мы сейчас продолжим. А теперь показываю вам то, что вы, может быть, не знаете, а... Хорошо. Понимаете? И при этом при всем... Вот такую надо будет приобрести. Это мы вам продадим с удовольствием. У нас есть небольшой лоточек здесь. Это значит, я... Скидка 15% для тех, кто принимает участие в программе. Это у нас такое правило здесь. Работает здесь, в дневниках. Ну что, как? Ну, как тебе на вид? На вид это очень вкусно. Нет, на вид это красиво. Я бы сказала. Смотрите, я считаю, что... На вкус будет вкусно, а на вид... На вид очень красиво. Смотрите, как... Слушайте, удивительно. Ой. Но это должно повариться немножко? Ну вот... Или это в принципе можно положить и... Символически. А у нас все готово. Я и ложки уж достал. Я и ложки уж достал. И маслинку перебрал. Я пою веселую песню поваренка. Прошу вас. Давай. Я и ложки уж достал. И маслинки перебрал. Каперсы, каперсы, каперсы. Мои. Где они? На столе. Я лимонкой доль... Я лимонной долькой Папу разбужу. Полу долькой бабушку Куху приложу. Вы вставайте, бабушка, Папочка, скорей. Видите, сынок у вас На четверть уже. Сильдерей. Ну, можно сказать, сильдерей. С странной ситуацией. Ну? Фантастика. Я всегда сказал, что фантастика — это Беляев. Человек ангибир. Мне удобно себя хвалить. И тебя. Да? Ну, дайте я попробую. Мне неудобно... Бери чистую ложку. Я возьму вот какую ложку. Мне неудобно нас хвалить. Ой, жарко. Мне нравится или нравится? Да. Да! Да, это ведь. Так, смотрите. Так, наливаем. Трио. Одна зеленая, две черных. Да. Это, друзья, очень важно. Наливают солянки. Заботливые руки Натальи Селезневой. И мы в эту соляночку. Спасибо. Подожди, подожди. Спасибо. Кладем что? Смешанную зелень. Смешанную, но не смешную. Причем чуть-чуть, Вань, чтобы не отбить вот аромат и вкус. Сейчас кладем полудольку, да, каперсы чуть-чуть. Каперсы раз, два, полудольку можно? Водички от каперсов. Полудольку? Да. Раз, два. Ну давайте. Так. А я, с вашего позволения, можно я попробую повторить то же, что вы сделали? Для чего, Вань? Для кого вы это делаете? Для кого? Для себя. А вот это для кого? А это вы для себя сделали. А я это не ел. Что значит вы это? А-а-а-а! Вот это новость! Нет уж, назвался груздем, полезай в кузов. Пока кастрюли не доедите, Наталья, мы вас не отпустим. Вот и ответ. Слушайте, ну дайте я попробую сделать просто так же, как вы. Ну дай мне. Да вы попробуйте отсюда и все, попробуйте. Поменяем, вот я сделала. Поменяем, хорошо. Чтобы вот пришила на мною, поменялись, тут еще больше. Я там себе гуще клал. А я положила все в идеальном... Пропорциональном состоянии. Пропорция... Позвольте вам... В идеальной пропорции. Полудолькую. Ну давай, дорогой. Украсить все. Друзья, перед вами... Горячая тарелка горячая, я вот не могу. А я за низ держу. С вашего позволения, за ваше здоровье, за ваш талант. А вы уже идите, да? Я тоже знаю, у меня некоторые знакомые тост поднимают, а они уже пьют. Так? И тут, и сразу, смотрите, видно, плывет, плывет каперс брасом, брасом, а за ней колбаска по вольным стилям. Может, ты будешь детские сказки писать в стихах? Я пишу. Пока в праздник. Виталий к молчу подошел к няне и ударил ее заточкой. Ну вкусно, по-моему, очень. Друзья, я прошу вас, поаплодируйте. Я на секунду, вот сейчас я на секунду одну перестану есть солянку. Я вам сейчас скажу, для чего. Потому что вы нам устроили сегодня праздник своим приходом, своим визитом, своим соляным своим фейерверком. С новыми кулинарными книгами. Микс от Тапова. Я должна сказать, что мне очень неловко, но я это не скажу. Я скажу спасибо. И мне очень приятно. Я буду с гостями пить чай, вспоминать тебя, Ваня. Ну и буду мужу делать каждую тросу. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях была наша любимая Наталья Телезнева. Аплодисменты. Секунду, подождите, подождите. Я сейчас через секунду к вам вернусь, и мы будем продолжать есть вкусную солянку. Друзья, у нас пауза. Вернемся в следующий раз к вам сюда. Да, и вы узнаете, что смузи в переводе с белорусского означает «Ты не могла бы прислать мне свою фотографию в купальнике?» Аплодисменты. Спасибо. Спасибо.